Военно-патриотическое воспитание в пятой школе является одним из приоритетных. Поэтому именно спортивное мероприятие было организовано в честь праздника Народного Единства. Учащиеся младших классов из двух школ пятой и десятой соревновались в необычных конкурсах. По словам организаторов, виды эстафет подбирались так, чтобы каждый участник ощутил себя защитником Родины. И названия этапов говорили сами за себя. Преодоление преграды по-пластунски, установи мину, подбей вражеский танк и другие. За конкурсантов активно болели их родные и одноклассники. Они эмоционально поддерживали сверстников, старались подсказать им, как быстрее и удачнее пройти тот или иной этап. Кроме того, кадетский хор и танцевальный ансамбль школы подготовили для участников творческие выступления. Мы поддерживали свою команду, пели песни. У нас кадетский корпус. Мы очень любим петь, выступать. Мне понравилось, когда мы в синих туннелях пролезали, брали тяжелый мячик и обегали. И бежали назад команде. Ребята обеих участвующих в школу, несмотря на юный возраст, активно готовились к соревнованиям. Не только на занятиях физкультуры, но и занимались в дополнительных спортивных секциях. Сами конкурсные этапы не были известны командам до самого дня соревнований. Участники подготовленные не были. Эстафеты для них были новыми. Поэтому, конечно, сама физическая подготовка наших кадетов говорит о лучшем, о хорошем. Молодцы. Обе команды шли почти вровень, поочередно опережая друг друга на разных этапах. Участники уверенно преодолевали все препятствия и сумели показать достойный уровень подготовки. Для победы нужно, чтобы участник был быстрее, ловкий и сильный. Мы, думаю, работали в команде и поддерживали друг друга. Помогать друг другу, поддерживать до цеплина. Ну, чтобы ты был быстрым и, ну, чтобы ты смелым и чтоб не подвел команду. С небольшим отрывом счетом 3-2 победила команда кадетов пятой школы. Им были вручены грамоты и памятные подарки. Но так как День народного единства – это праздник мира и дружбы, соперники также не остались без поощрительных призов.